Итак, в прошлый раз мы с вами начали говорить об эстетических взглядах Рэма Колхаса, одного из крупнейших современных архитекторов и теоретиков нового искусства. Будучи одним из самых известных зодчих наших дней, Колхас настаивает на том, что заниматься одной лишь архитектурой ему, в общем-то, неинтересно. Что он скорее архитектор-журналист, которым движет живой интерес не только к постройке зданий, но и ко всему тому, что в той или иной степени с этими зданиями может быть связано. Прежде всего, с тем, как функционирует архитектура. И одним из интересов его творчества является современное общество, его ценности и перспективы развития. Вместе с группой специалистов своего архитектурного бюро, Колхас занимается интереснейшими исследованиями, которые посвящены новому обществу. И одной из важнейших составляющих этих исследований является, конечно же, эстетическая составляющая. Колхаса интересует не только то, как выглядит произведение искусства, но прежде всего то, как оно используется в социуме. Так, к примеру, среди архитектурных объектов на протяжении многих лет его занимала история Берлинской стены, которая в течение долгих лет выполняла весьма специфическую политическую функцию, не будучи каким-то шедевром в области архитектуры. И тем не менее, вокруг этого объекта происходила своя самостоятельная жизнь. Кто-то пытался выбраться, у кого-то эти попытки увенчались счастливо, и им удалось бежать, бежать на Запад, а у многих это заканчивалось трагедией. То есть, это постройка, которая решала судьбы, не будучи каким-то шедевром в области эстетики. Другой пример, который приводит Колхас, это вовсе не архитектурный объект, но он весьма показательный. Это Гибралтар. Дело в том, что желание его переплыть со стороны Пиреней, со стороны Пиренейского полуострова, это всего лишь спортивный интерес, который может возобладать в очень ограниченном количестве людей, пловцов профессиональных, прежде всего. Желание же его переплыть с противоположной стороны, то есть со стороны Африканского континента, это вопрос жизни и смерти, это вопрос выживания, вопрос бегства в Европу. И так, на примере, в общем-то, не архитектурном, но весьма наиболее, наверное, показательном для наших дней, Колхас демонстрирует, как один и тот же объект по-разному функционирует с противоположных точек зрения. То есть это один и тот же пролив, но желание его переплыть с одной точки до другой, из пункта А в пункт Б, из пункта Б в пункт А, совершенно на различных основаниях покоится. Вот именно этим и занимается архитектурное бюро Колхаса, помимо возведения зданий, и именно поэтому он нас и будет, прежде всего, интересовать. Не как представитель от искусства, а как представитель новой эстетической мысли. Эстетическая позиция Колхаса, на мой взгляд, предельно актуальна и крайне нестандартна, так как Колхас предполагает отказ от историчности, от центра стремительности и, в конечном счете, от идентичности как таковой. Напомню ключевую максимум прошлой нашей лекции. Это очень важная для понимания позиции Колхаса цитата. Я прочитаю ее еще раз. Дело не только в том, что доля символического капитала исторических памятников, причитающиеся каждому при стабильно растущем населении, становится все меньше и меньше. История, кроме того, обладает неприглядным свойством распадаться, подобно радиоактивным материалам. Чем сильнее ее эксплуатируют, тем менее значимой она становится. Колхас читает, что современные нам представители искусства попали в очень сложную ситуацию. Их предшественники веками ориентировались на идентичности и историзм. Но в современности нельзя более ориентироваться ни на то, ни на другое. Нельзя ориентироваться на идентичность, так как она более не способна быть подлинной идентичностью различий между субъектами. А нельзя ориентироваться на историзм, так как историзм всегда имел какое-то значение только в качестве оплота этой самой идентичности. В былые века субъект выстраивал различные элементы своей идентичности через приобщение к тем или иным культурным памятникам. Они были своего рода столпами, собирая из которых, можно было как конструктор собрать свою личность. Или идентичность, то есть то, чем человек является по существу. В современном же обществе, когда население Земли примерно равно 7,5 миллиардам человек, подлинную идентичность, отделяющую одного человека от другого, собрать просто невозможно. С другой же стороны, символический капитал тоже из-за увеличения количества людей тоже девальвируется, но он постепенно обесценивается, так как он функционирует по тем же принципам, что и капитал монетарный. На эту тему, если интересно, есть блистательные исследования Пьера Баудира. Это наиболее, наверное, крупный социолог, вообще в принципе, который эту науку выявил на уровень подлинной науки как таковой. Это мыслитель, единственный, наверное, социолог, которого можно назвать хилософом. Его зовут Пьер Баудира. Пьер Баудира, он не так давно скончался, то есть это относительно недавнее время, уже в 21 веке, и как раз понятие символического капитала активно используется именно в его трудах. И, соответственно, обесценивается этот самый символический капитал, и прошлые шедевры, шедевры культуры более не могут выполнять ту сакральную функцию по структуризации идентичности жаждущего ее субъекта, и также переходят, в общем-то, скорее в ордименты прошлых веков, чем играют какую-то значительную роль в современной нам жизни. На самом деле, Колхоз здесь не абсолютно самостоятельен, об этом писали многие философы второй половины XX века. Интересен же он тем, что, говоря о конце истории, он говорит не в пессимистичных тонах, а считает, что на ритм со всеми выше обозначенными мной проблемами появляется и огромное количество новых возможностей, так называемых смежных позиций, которые можно занять, если удастся их обнаружить. Он, к примеру, занимает позицию архитектора-социолога или архитектора-культуролога. Сам он называл это журналистским интересом, потому что он считает, что журналистика есть такая дисциплина, которая не основана на науке, а движет ей исключительно живое любопытство. Я бы все-таки назвал его архитектором-социологом, так как помимо живого любопытства на него работает целый блок исследователей, которые занимаются разработкой тех или иных потребностей социальных классов в том месте, где он планирует строить, и возводить какой-то серьезный крупный объект. Не различие, а максимальная функциональность и мастерство исполнения теперь являются свидетельством совершенства новых архитектурных сооружений. То есть не новая форма, делающая переворот в области искусства, а новая точка, позволяющая по-новому взглянуть на мир. Вот что он ставит во главу угла. То есть не новая в формальной пластике, а новая в функциональной смысловой позиции. Это очень смелая, надо сказать, и весьма актуальная точка зрения. Вот, к примеру, его офис занимается тем, что рассматривает вопросы политической репрезентации Европы в мире за счет возведения тех или иных зданий. Раньше архитекторы этим не занимались. По крайней мере, не занимались этим на уровне серьезных научно-социологических исследований. Колхас говорит, что для него важно не только то, насколько эстетически совершенной будет форма его здания, но еще и то, насколько важную роль они смогут играть в том месте, где они возведены. Таким образом, архитектор становится программистом города, а не просто зодчим. То есть отвечающим не за форму здания, а отвечающим за социальные процессы, которые будут сопряжены с этим зданием. Некоторые архитекторы прошлого, конечно, тоже обращали внимание на социумы и на то, как на них будут влиять их постройки. Однако это никогда не выходило за рамки некого идеалистического порыва и никогда не притворялось в высокопрофессиональных и, так скажем, многоденежных исследованиях, которые целенаправленно ведутся в этом направлении. То есть в каком-то смысле Колхас действительно занял позицию невозможную. Это та позиция, которая раньше просто не существовала. И занимая ее и добившись при помощи нее огромного успеха, конечно же, он открыл возможность для аналогичных позиций. И теперь даже сложно себе представить, что современный архитектор может заниматься исключительно формой здания. И здесь речь не идет об архитектуре как таковой, просто комплекс архитектор. И это слово, конечно, архитектурой я буду повторять часто. Но речь идет о позиции любого художника современного. То есть позиции художника, каким был он в прошлом, больше не существует. Нужно занимать новую позицию. Эта позиция условно может называться смежной. Между какими-то областями, потому что старые позиции закрыты, они исчерпаны. И я долго думал, как это определить в одной формуле. И если эстетика вплоть до наших дней, начиная с давнишних времен, была философией искусства, как ее определил Гегель. Да, эстетика есть философия искусства. Я бы сказал, что в наши дни эстетика является социологией искусства. И это совершенно различная позиция. И эстетическая мысль Колхаса демонстрирует именно социологию искусства. И ни в коей мере не философию. Колхас убежден, что современные представители искусства находятся по сути в тупике. Так как не знают, чем интересуются те, кто является их потенциальными зрителями, слушателями, читателями. Они не производят никаких подлинных исследований, изучая, чем интересуются подростки с 10 до 14 лет, с 14 до 16 и так далее. Чтобы ориентироваться на совершенно конкретную аудиторию. То есть представители искусства в данной полностью обновившейся ситуации оказываются аутсайдерами. Потому что они в итоге ориентируются на того субъекта, абстрактного субъекта, которого больше не существует. И естественно, как результат, их искусство оказывается либо полностью невостребованным, либо востребовано случайно. Да, отчасти оно может даже быть успешным, но это случайно, потому что он не продуман. Колхас же поставил это на очень жесткие научные рельсы. И начиная, по крайней мере, с конца 90-х, его проекты успешны на все 100%. По крайней мере, те проекты, которые доходят до уровня возведения. Из этого Колхас делает радикальный вывод. Различия в искусстве, то есть стилевые различия, которые на протяжении веков являлись святая святых. Искусство на данный момент не может быть самоцелью, так как идентичность и стаивает, и одновременно вместе с ней, и стаивает и значимость историчности как таковой. Главное, на что должен ориентироваться современный представитель искусства, это на то, каким образом он может изменять и структурировать функциональное пространство. То есть влиять на аудиторию, организовывать или переорганизовывать ее движение, фактическое движение или движение духовное. Не застывшую форму прошлого, через который можно выстроить по кирпичикам свою идентичность, но мобильный контакт человека и искусства. Вот что важно сейчас. Произведения искусства, как и люди вокруг, могут лишь коснуться нас и тем самым повлиять на нас, а дальше расстаться с нами. И пойти, каждый пойдет своим путем. И не обязательно, чтобы произведение искусства было при этом полностью оформлено и завершено, так же, как и не обязательно, чтобы человек на нас повлиял, нужно прожить с ним от момента его рождения до момента его смерти. То есть такие случаи бывают очень редко. А люди, которые влияют на нас, их огромное количество, их сотни, может быть даже тысячи. Это люди, с которыми мы имеем очень кратковременный контакт. Но, по крайней мере, науэр не всеится в оккупной жизни, как таковой. И примерно на это же должно быть ориентировано и новое искусство. То есть не совершенство законченной формы, которое нам демонстрируется, оно как таковое. Мы уже попадем в философию совсем другого мыслителя, о которой мы поговорим чуть позже. Который считает, что произведение искусственной цель – это создание конечности как таковой. То есть все бесконечно, все переходит одно в другое, а произведение искусства – единственное конечное в мире. Но Корхас считает по-другому, и он считает как раз, что произведение искусства должно тоже мобильно функционировать, как и мы функционируем в мире с объектами обыденной нам жизни и с людьми, с животными, с тем, что нас окружает в жизни. И эта эстетическая система, как мне кажется, напоминает другую эстетическую систему – систему кинорежиссера Ларса Фонтриера. Возможно, вам знакома эта кинолента. Это очень известная работа триллера. Это Королевство. Это такой мини-сериал. Причем, что любопытно, неоконченный сериал. Именно этим он интересен. Там всего 8 серий. Это фильм, в котором ничего не объясняется. В котором никакая из сюжетных линий не приходит к своему логическому завершению. Оно просто обрывается. И, в общем-то, это хорошо, что сериал не был завершен как таковой. Хотя, нет никакой гарантии в том, что его актер не хотел бы в итоге завершить. Просто умерли три актера. Поэтому, в общем-то, его продолжение стало невозможным. И, тем не менее, то, что третий сезон завершил бы эту сюжетную линию, тоже такой гарантии нет. Вполне возможно, что так бы все и осталось незаконченным и необъясненным. Потому что это как раз для триера является более типичным, чем преподнести вам какую-то мораль на блюдечке с голубой каемочкой. Это как раз к искусству прошлого. Но, если хотите такое, почитайте Россию или Корнелия. Там вы будете в конце, можете в конец сразу открыть и почитать, какой вывод вам дадут. И с этим выводом можете всю жизнь прожить. Еще Платон как завещает дальше жить. Это была цель искусства эпохи классицизма, конечно же. Искусство современное предполагает совершенную и нулю форму. Оно не копирует жизнь. Это платоновская модель, что искусство подражает. Поэтому его изгнать вообще нужно из общества. Оно не противопоставляется суете жизни, как у романтиков, когда все вокруг не настоящее. Вот искусство, оно уходленное. Мы так не видим, как на самом деле в искусстве. Если поэта прочтем, то сразу же поймем, как на самом деле все. Современная же модель говорит о том, что искусство и есть часть жизни. Оно включено в жизнь и является весьма влиятельной ее частью. И собственно, если оно не влияет, оно и не искусство. То есть искусство должно стать, с одной стороны, активным катализатором социума, с другой же нейтрально. Как и современный субъект. Субъект без идентичности, субъект дженерик или постсубъект. И тут самое время вернуться к работе, которую мы начали рассматривать в прошлый раз. Это самая объемная книга Олхаса, которая называется SMXL. 98-й год, как видите, примерно то же время, что и Триеровское королевство. Там 97-й год второй сезон вышел. А в книгах 1300 страниц за день не пишется. То есть это одно и то же время. Они в общем-то современники, там разница в 12 лет, по-моему. А поколением 25 лет считается стандартным. И мы в прошлый раз начали анализировать статью, которая называется «Город дженерик» или как в этом переводе «Город генерик». Вообще в русском языке обычно дженерик именуется. В смысле не эта статья, а сам феномен, о котором говорит Олхас. Олхас пишет, что в связи с неимоверным ростом городов, начиная примерно с 15 миллионов человек, город постепенно теряет связь с центром. Даже если она изначально у него и была достаточно сильной. И переходит в состояние города дженерика. Иногда это происходит и в городах значительно более мелких, то есть в европейских городах. Понимаете, что в Европе таких городов по 15 миллионов достаточно. И в качестве примера он приводит как раз город маленький достаточно, ну по крайней мере по сравнению с Москвой и Европой большой. Это максимум. Если память не изменяет, то он будет миллионов. В чем суть этого перехода из города центростремительного в город дженерик? Дело в том, что центр этих городов больше не способен отвечать на запросы периферии. И периферия начинает существовать автономной, самостоятельной жизнью. И это сказывается на обществе в целом. Это не просто феномен градостроительной практики. Это феномен социальной и даже социокультуры, мне бы сказал. То есть жизнь без центра это жизнь без идентичности. Потому что центр изначально и был сердцевиной идентичности города. Центр городов, по мнению Колхаса, утрачивает свое значение не только из-за неимоверного роста населения на планете, но и из-за появления такого феномена, как киберпространство. В наши дни вам не нужно теперь за всем ехать, ну, к примеру, на центральный рынок, как это было в азиатских городах прошлого. То есть святая святых, да, это центральный рынок, где все обменивались новостями. Это был такой своего рода чат, вот. Или блог самый продвинутый. Это была и визитная карточка. Вот здесь-то это-то продают, то, чего нигде больше купить нельзя. Здесь-то вот это, в этом-то городе. Если говорить об азиатских, да, городах? Ну, сейчас все можно приобрести, просто обратившись к интернет-сети, и более того, что еще было визитной карточкой центра? Это госслужбы. Опять же, сейчас можно обратиться к порталам этих госслужб, к сайтам, и оформить фактически, ну, почти любые документы, не выезжая за пределы вашего местонахождения, вашей локации. То есть центр перестает выполнять ту ключевую функцию, за счет которой он, собственно, центром и являлся. Так как все переезжает в интернет-сеть, центр просто перестает существовать, как таково. Вот что пишет Квохас. Город-женерик – это фрактал. Бесконечное повторение одного и того же, то есть его мельчайшей составляющей по принципу бинарного компьютерного пространства. Как футуролог, Квохас делает одно смелое предположение, что в ближайшем будущем большая часть населения будет работать уже не в офисах, а просто у себя дома, в виртуальных офисах. Равно как и обучение будет происходить в виде вебинаров и интернет-сессий. В принципе, вы уже обучаетесь в схожей манере, да, вы видите, все мои лекции записываются, спустя неделю попадают в интернет-сеть. Вашу курсовую я тоже буду проверять сиди у себя дома. О ней я подробнее позже вам скажу, что и как нужно будет делать. И, в общем-то, присылать вы ее мне будете тоже по интернету. Но, пока вы, конечно, можете ходить сюда и должны, я считаю, что это осколки, которые можно позитивно использовать, потому что вы можете, во-первых, присутствовать в процессе обучения, а присутствие как таковое тоже нельзя недооценивать. А, во-вторых, вы можете наблюдать за процессом обучения. То есть то, как я читаю лекции, как читают лекции другие преподаватели здесь. И я считаю, это вообще отдельная тема, я не буду ее сейчас касаться, но это можно целые двух лекций прочесть. А, преподаватель как объект наблюдения. Это важная составляющая обучения как такова. Таким образом, я думаю, что достаточно скоро прогнозы Колхаса сбудутся. Тем более, что мы находимся в одной точке, а Колхас работает в десятках крупнейших центров мировых. И ему с его позиции виднее, куда движутся основные, так скажем, наиболее передовые, прогрессивные мировые культурные центры. В Москве он тоже часто бывает, так что, что происходит в Москве, он тоже знает. Думаю, даже лучше, чем мы. Он все-таки сколково строит. Так вот, каковы еще базовые изменения современного нам мира по фокусу? Возможно, для нашей страны это еще и в меньшей степени актуально, чем для Европы или для Америки. Однако, для большинства прогрессивных стран это уже фактически норма. Да и для большинства азиатских стран. Это вечное состояние, которое можно было назвать бы «в пути», как это определяет Колхас. Снова приведу в пример себя, так как в данном случае за свой пример я, по крайней мере, всегда гарантированно буду отвечать. Так вот. Ну, к примеру, я преподаю в трех разных городах. Плюс читаю вебинары в интернет-пространстве для самой разной аудитории. И это лишь базовые места работы. Помимо этого, я периодически читаю целые блоки, курсы, лекции для различных вузов по стране, просто приезжая на неделю или чуть меньше в тот или иной город. Это уже как бы отдельные разовые мероприятия. Но в трех городах я преподаю постоянно. И для большинства европейских стран это является нормой. Преподаватели, как правило, преподают не просто в нескольких вузах. Это было еще со времен советской явленности. А в нескольких городах, причем которые могут постоять друг от друга на значительной настоянии. В том числе, например, я преподаю в Белгороде. Это на границе с Украиной, если что. Это очень далеко отсюда. И, естественно, по мере роста тех людей, которые работают сразу во многих городах, естественно, притяжение центра в каждом конкретном городе основывает. Потому что это уже люди, которые не закреплены каким-то локусом, каким-то местом. Социальное пространство и классы более не сгруппированы в каких-то пространственных локациях, как это было в прошлые века. А социальная разметка становится абсолютно мобильной. Я бы даже сказал, переходит в такое качество, как метаморфизм. Она постоянно меняется. Она не просто мобильна. Может быть очень четкая и жесткая схема, которая постоянно просто переструктурируется. А метаморфизм – это то, что даже не всегда можно считать как структурой. Она именно текучая, она пластичная. И, естественно, это требует искусства нового типа. То есть, когда все было структурировано, когда люди были привязаны к месту самыми различными образами, это не обязательно прописка, какая была в СССР или которая есть сейчас в России. Но она, по крайней мере, значительно меньшей степени влияет на вашу жизнь, чем, допустим, на сельское население, которое не имело паспорта при Советском Союзе. И, тем не менее, люди были закреплены не только у нас, они были закреплены веками и в других странах по различным причинам. И отмена вот этой жесткой сетки, которая бы привязывала человека к его пространству, а, во-вторых, появление совершенно новых способов перемещения. То есть, сначала появляются авиалинии, а теперь и интернет-пространство, которое даже не требует вашего перемещения физического. То есть, получается, ваш символический капитал и ваш корпус, тело, они уже фактически отделены полностью. То есть, вы можете влиять там, где вы вообще никогда ни разу не были. Более того, я могу читать вебинары для тех мест, куда я никогда не ездил и не поеду, возможно. И, тем не менее, оказать, возможно, там большее влияние, чем, допустим, там, где я нахожусь на самом деле. Вот в чем дело. То есть, раньше такого представить себе было достаточно сложно. Ну, разве что бум какой-то книги в непредсказуемом месте. Ну, это не совсем то же самое, да? Сейчас есть уже полный эффект присутствия, когда речь идет о качественной веб-камере и хороших микрофонов. Но это уже не то же самое, что книга. Это уже влияние не произведения, а самого человека. Потому что все-таки произведение искусства не дождественно автора, которого он написал. А здесь речь идет о влиянии самого человека. Более того, если это будет не просто видео-лекция, а это будет именно полноценный вебинар, то там же могут и вопросы задавать, а может быть интернет-искуссии и так далее. И, естественно, это требует искусства нового типа. Такое искусство на самом деле появляется. В прошлом году, в начале прошлого года, мне посчастливилось быть на мультимедийном проекте «Теория поля» в Санкт-Петербурге. Абсолютно уникальный проект, на котором я, будучи примерно осведомленным, что там будет происходить, пошел как можно раньше и вышел тогда, когда уже погоняли. То есть на весь день. Там это, благо, было можно. То есть там не было никаких добавлений. Действительно, абсолютно уникальное погружение. Например, вот здесь представлен проект картины, в которую входят люди. И настроив свой мобильный, скачав определенное приложение, можно управлять ее изменениями в реальном времени. Причем не только визуальным рядом, но и звуковым. И, естественно, так как управляют ей сразу масса людей, каждый причем управляет очень маленьким сектором. То она, с одной стороны, структурирована автором, но структурирована именно не в виде законченного целого, каким было классическое, так скажем, произведение. А в виде произведения метаморфического, которое не имеет точки, начала. Мы включаемся в уже происходящий процесс, там уже кто-то стоит, кто-то уже что-то управляет. И уходим не тогда, когда оно завершится. Даже если мы уйдем, когда его просто уже выключит охранник, то это же не завершение самого произведения. Это его просто прекращение. Вот оно, совершенно новый тип влияния искусства на человека. Просто контакт. Оно может на вас оказать впечатление, может не оказать. Вы можете сразу же пойти в другой зал, возможно, на вас окажет там большее впечатление. Другое произведение. Там их было большое количество. И надо сказать, что очень редко, когда бывает, когда мультимедийное искусство выходит за пределы именно шоу. Это было не шоу. Это было именно искусство, то искусство, которое работает. И вот что на эту тему пишет Олхас. Наиболее оригинальные нововведения города Генерика состоят в том, что он просто избавляется от всего, что не работает. От всего, что пережило пору своей полезности. То есть отсутствие историчности – это большой плюс в пользу мобильности. Другая новизна, которую выделяет в новом обществе Колхас – это совершенно новый тип пространственного мышления. Мы все, на самом деле, привыкли мыслить исключительно в горизонтальной плоскости. У нас даже мозг на это завязан. Если бы мы были морскими животными или птицами, мы бы мыслили и в горизонтальной, и вертикальной. Так как человек может подниматься только по горизонтали, под тем или иным уровнем наклона, то, соответственно, нам такая функция, в общем-то, за ненадобностью. Зачем мозг так живет приличное количество гликозы? Зачем его еще больше выкормить? Так и вот, в наши дни эта ситуация радикальнейшим образом поменялась. То есть, если мы попадем в те точки, где много небоскребов, ну, у нас, допустим, в Москве и Сити, да, или на Манхэттене, то дойти до соседнего дома может быть значительно ближе, чем подняться на последний этаж с первого на последний этаж в том же самом месте, где вы находитесь. То есть, горизонталь и вертикаль в каком-то смысле уравниваются. Это, на самом деле, действительно очень актуальная проблема, которая отражена наиболее наглядно в творчестве выдающегося художника, на этот раз это живописец и не архитектор, его зовут Уэй Тибор. Прошу обратить внимание на дату рождения, это не ошибка, он еще живой. То есть, ему в этом году исполнится 98 лет. Так, выдающийся художник. Это один из основателей поп-арта вместе с Энди Орхолом. Сможете себе представить, когда Энди Орхол умер, да, и Энди Орхол, который еще живой, он участвовал в первых выставках поп-арта, изображая тоже различные кондитерские изделия, но потом несколько модифицировал свою манеру и обрел, ну, то, что можно было бы назвать стилем. Не люблю это слово, но тем не менее. Лучше слово манера все-таки. Прошу обратить внимание, что наряду с небоскребами вы видите автостраду, которая фактически прождественная. У него таких работ много. Это отдельная философия. Кому интересно, можете посмотреть мои лекции и покупать. И здесь я один раз останавливался на воене Тего, потому что здесь, на самом деле, это очень глубокие работы. Они не ограничены той проблемой, которую мы сейчас здесь анализируем. Нас же интересует сегодня то, что горизонтали и вертикали работаются. И, естественно, по многому, благодаря появлению самолетов, вертолетов и так далее, их все большему и большему распространено. Фактически сейчас уже каждый может вертолет свою частную собственность приобрести. Что еще следует сказать? Это тоже, кстати, тема очень близка Уэйну Тего, тема множественного выбора, которую поднимает Колхас эту проблему в статье «Городженерик». Дело в том, что больше не требуется строгий отбор или строгое планирование, которое для искусства архитектуры было святая святых на протяжении веков. Колхас пишет, что, как показывает практика, можно спланировать что-то превосходно, а можно плохо. Но и то, и другое может как найти своих пользователей, так и не найти их. Будет здание использоваться или не будет, будет произведение искусства влиять или не будет, зачастую совершенно не зависит от его продуманности. Ну, он приводит в качестве примера очень такой парадоксальный, даже сказал, анекдотический случай, когда в Бангоке утвердили сразу три различных проекта развития легкого метро. По типу «пусть победит сильнейший». То есть утвердили все три. По этой причине Кофф располагает, что постмодернистскую эстетику, обслуживающую эти города-дженерики, не сменит больше уже ничто. Она вечна, так как она постисторична. Она позволяет выдавать конечный продукт настолько быстро, насколько это только возможно, и не ограничена ничем, кроме актуальных потребностей. То есть в данном случае под модернистской эстетикой Кофф располагает, конечно же, эстетику смешания. Эстетику, как ее понимают в Америке, как и Вентури понимал в своей работе по Лас-Вегасу, на которой мы еще тоже, скорее всего, остановимся. Нужно пользоваться возможностью то, что Вентури тоже еще живут. Я стараюсь анализировать творчество только тех, кто еще живут. Можете себе представить, да, что создатель постмодернизма еще жив и здоров. Правда, ему очень много лет, так же, как у Энити Бо. Но, тем не менее, еще одна очень интересная вещь, на которой останавливается Коффас в данной работе, которая для нас в России, наверное, еще не слишком является явной, но, скорее всего, и мы туда же придем, это то, что ключом сердцевиной современного города, правда, уже сердцевиной не в смысле центра, а растиражированный по всей его территории, являются не офисы, а отели. Для того, что если все находится в состоянии движения, энтоморфизма, если город населен не постоянными жителями, а теми, кто туда приезжает по делам или с туристической миссией, естественно, главным атрибутом города становятся отели. Люди в них живут, работают, в них проходят встречи, и там есть все необходимое для жизни, отдыха, творчества. Это и есть микро ячейка вот этого фрактала города Джинерика. То есть, именно она повторяется до бесконечности во всех остальных его частях. То есть, отель, ну, естественно, если брать хороший отель западный какой-то, то там есть все. Там будет и бассейн, и тренажерный зал, и брикмахерская, и рестораны, и кинотеатр. В общем-то, все, что вам может быть нужно, там в отеле будет находиться. Это своего рода микромир, который можно тиражировать до бесконечности. Да он сам в себя тиражирует, ибо отель в городе не один. Это нужно поискать такой город, чтобы там был один отель. То есть, это такой маленький город, или вы городом джинериком. И, естественно, так как эти микромиры тиражированы по городу, то, естественно, у этого города притяжение центра уже отсутствует. Каждая из этих частей является абсолютно самодостаточной, и у вас нет никакой надобности за пределы этого отеля выходить. Если Гегель писал, что трагедия всегда повторяется в виде фарса, то Колхас пишет, что история повторяется не как фарс, но как сервис. Причем в отсутствии идентичности не нужно более делать строгий резистенциальный выбор по типу «или-или». Можно выбрать и то, и другое. Или смесь и того и другого, в каких только можно вообразить пропорциях. То есть, все, что угодно. Ведь если нет идентичности, нет и ограничений идентичности. А значит, все функционирует максимально эффективно и в достаточно спокойном режиме, так как нет более борьбы за центральную позицию. Единственная идентичность, которую предполагают города-дженерики, согласно Колхасу, это абстрактная память об идентичности. Или, если угодно, не идентифицируемая идентичность. Если город, к примеру, находится у моря, то в нем будет где только возможно размещаться морская или даже шире водная символика. Но это иллюзорная идентичность, так как она не отсылает ни к чему, кроме как в воде как таковой. И, естественно, аналогичные же идентичности будут у всех других приморских городов. Более того, эта идентичность не позволяет отличить этот город от других, а лишь указывает на то, что рядом с этим городом есть вода. То есть, она тоже функциональна. Она говорит, что рядом есть вода, которую можно использовать. Ко благо или к худому, это уже кому нужно. Но это ничего самостоятельного в этой условной идентичности, или идентичности в кавычках, в ней нет. Это лишь память об идентичности. Я уже сравнивал сегодня Колхаса и Ларса фон Триера, и на самом деле это не случайно, так как они относятся к одному поколению, семероевропейской интеллигенции. Один голландец, другой датчанин, и там разница в возрасте примерно 12 лет. И их взгляды на современное искусство во многом схожи. Они ищут новые формы, которые смогли бы включить в современную нам социальную реальность нечто совершенно новое. Такое, что могло бы на нее влиять. У Ларса фон Триера есть замечательный фильм, который он считает одним из самых сложных своих фильмов. Это «Эпидемия». Это достаточно ранняя лента. Это второй фильм трилогии «И» или «Е». То есть все фильмы начинаются с этой буквы. Так вот, в этом фильме представлена эстетическая позиция, очень близкая, как мне кажется, к позиции Рэма Колхаса. Искусство должно действовать так, как будто оно является частью мира. Оно должно включаться в мир. Оно не должно быть просто представлением. Оно не должно быть спектакулярным. Оно должно функционировать. И оно, соответственно, либо работает, либо не работает. А для того, чтобы оно функционировало, следует находить все новые и новые точки отсчета. Как Архимед говорил, да, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Вот, собственно, этим художник современный занимается. Нужно найти невозможную точку. Ту точку, в которой в предшествующей системе координат просто не существовало. Если эта точка будет найдена, с помощью этой точки мир можно менять. И, собственно, только в этом и есть, согласно данным художникам и художникам с большой буквы, суть искусства как таковая. На смену отмершим явлениям появляется столько же новых функционирующих. И самое интересное в том, что они не очевидны, то есть их многие не видят. То есть всевозможные излияния слезные на тему смерти искусства, да, как говорят, сначала умер Бог, потом умер автор, потом умерла и сама история. Очень много написано всевозможных трагических текстов на эту тему. Колхаз же стоит на совершенно иной позиции, говоря о том, что если предшествующие какие-то локации или места, которые статусные можно было занять, просто перестали существовать, это значит, что они сменились другими. Другое дело, что мы, привыкшие видеть только по модели, ориентируясь на прошлое, эти новые места не видят. Действительно, специфика человеческого мироощущения и даже человеческого зрения как такового, ведь большая часть того, что вы видите, вы видите прошлое. В полном смысле этого слова. Потому что наш мозг работает на предвосхищение, но предвосхищает ситуацию, естественно, он за счет использования прошлого года. Мы видим одновременно только вот с большой палец. Просто глаз очень быстро бегает и очерчивает картинку. Все остальное, что вы видите, воссоздается по модели с тем, как было. То есть это, во-первых, предвосхищение, потому что мы видим с небольшим опережением. Потому что на самом деле, если бы мы видели ровно то, что происходит, нас бы хищники могли скушать, пока мы еще находились на фазе древнего своего существования. То есть человек работает на предвосхищение. Он видит как бы немножко с упреждением вперед. Естественно, это моделирование. То есть это не видение реально, это моделирование. Понятно, что речь идет о нескольких долях секунды. Но тем не менее. Но большая часть того, что мы видим, это опирающиеся на опыт прошлого, воссоздание будущего. Именно эта же проблема и является проблемой социума в целом в области эстетики. Мы привыкли видеть будущее, исходя из тех моделей, которые сложились в прошлом. А эти модели могут перестать функционировать. Когда количество переходит в качество. Когда людей стало на планете столько, что само понятие идентичности стало абсурдным. А само понятие историзма приказало долго жить. На чем уже стоят как бы все мыслители более или менее серьезные. Мы живем в эпоху постисторическую. Собственно, которая и называется постмодерн. Не путать с постмодернизмом. Как это направление. Постмодерн это постсовременность. Когда современность осталась в прошлом. Постисторическое время. И естественно, в данном случае нам очень сложно обнаружить и занять ту позицию, которая является позицией невозможной. Но именно занимая ее, мы и можем что-то поменять. Если мы научимся на примере Водхаса изыскивать такую позицию, то ваше слово или ваше творчество в широком смысле этого слова будет влиять на мир. Если вы эту позицию не займете, то оно канет в лету туда же, куда канула историческая идентичность и все, что было связано с обществом прошлого. Все, что было связано с просвещенческим проектом человека, который приказал долго жить во второй половине 20-го столетия. Так что, на самом деле, здесь есть над чем подумать. И для вас, обучающихся журналистике, мне кажется, это наиболее актуально, потому что ваше слово должно в наибольшей степени влиять. А чтобы ваше слово влияло, нужно научиться выискивать эту несуществующую позицию. Она действительно несуществующая, потому что именно тот, кто первым ее найдет, именно в руках того, он и будет работать. Ей еще нет имени. А если ей нет имени, ее действительно не существует. То есть позицию Голхаса я попытался проименовать, но даже он сам ее не именует. Я сказал, что это нечто среднее между архитектурой и социологией. То, чего раньше, в общем-то, не было. А, так-то, социологов на редкость не интересовало архитектурой. Это даже странно. Это ведь то, где большая часть жизни человека происходит. Дом. Ну, любой дом, или офис, да, или дом, жилой. Собственно, где мы живем. Вот. И социологических работ, посвященных этому, очень мало. И те, которые есть, они, так скажем, недостаточно серьезные. Голхас поднимает эту тему на самом высоком, серьезном уровне и тем самым занимает эту несуществующую позицию. Смещается сама точка эстетической мысли. То, что я вам рассказываю, ни в коем образом не является философией искусства. Думаю, это вы уже поняли. Это не философия искусства. Это социология искусства. Ну, а опять же эту точку можно занять с двух позиций. С позиции социологической и с позиции искусствоведческой. Я по одному изобразованию искусствоведа. Я занимаюсь искусствоведческой позицией. Но это то, чем искусствоведением никогда раньше не занималось. Вот с чем дело. Ну, а. Эта позиция, опять же, нелегитимна и невозможна ни для искусствоведения, ни для социологии. Если бы я занял социолог, он бы на ней находился на таких же правах, на каких я нахожусь и я здесь. Вот с чем дело. И умение найти вот эту отсутствующую точку и занять ее, мне кажется, является одной из самых ключевых и актуальных проблем сегодня и в выборе творческой профессиональной деятельности прежде всего. Вы должны найти свое ноу-хау. И это ноу-хау не должно ориентироваться ни на что. С одной стороны, оно может использовать все, что угодно, ибо если нет идентичности, значит, оно не должно именно отличаться. Оно должно функционировать. И чем более эффективно оно функционирует, тем в большей степени оно отличается. То есть оно отличается только эффективностью. Нужно совершенно по-другому перестроить мозги, чтобы это понять. Не отличие между Моцархом и Бахом, а отличие по принципу влияния на общество, как в фильме «Эпидемия», где этот художник несет в мир настолько сильное слово, что все вокруг заражаются в полном смысле слова этим искусством. Здесь эта эпидемия выходит за рамки метафоры. Есть еще такой фильм у Карпентера в чем-то аналогичной эпидемии, но более простой и более короткий по продолжительности, он около часа идет, который на русский обычно переводит «конец пленки», но оригинальное название «сигаретные ожоги». То есть сигаретные ожоги – это такие точечки в конце пленки, это некая жизнь после фильма. Да, пленка еще осталась, фильм уже закончился. О, и там тоже речь идет о произведении искусства, которое не просто является фильмом, а которое полностью меняет раз и навсегда сознание досмотревшим. Понятно, что это всего лишь метафоры, но речь идет о вполне возможной позиции, которую действительно можно занять. И, повторюсь, блистательный пример Холхаса, его востребованность в архитектурных кругах как раз показывает то, что он смог эту позицию найти, и значит ее можно найти и как-то в руках. На сегодня у меня все. Если есть какие-то вопросы, я могу оставаться на них ответить. Если вопросов нет, то в следующий раз смотрим ключевое понятие для эстетики Холхаса – понятие «бигнос», которое можно привести как «гигантизм». calibравныйwhich для эстетики Холхасorина, Продолжение следует...